Я умер? Это и есть то место, куда попадают после смерти? Доволен? Нет, не совсем. Я не знаю причину, как попал сюда. Скоро сам узнаешь. А перед началом этого видео, попрошу поставить лайк и написать любой комментарий. Это поможет в продвижении канала. Спасибо! Привет всем, вы на канале Дивплей, и сегодня мы будем продолжать проходить Hope and Delusion. В общем-то, погнали! Вероятно, это просто их большая комната с проекцией, но чёрт его знает! Слишком много вопросов. Я решил пока не выделять одну из этих версий, нужно было всё узнать, а потом сделать вывод. Я подошёл к воротам, чтобы заглянуть в щель, и увидел впереди широкую дорожку, по бокам которой были здания. На вид они были уже побитыми. Может, место и вовсе не заселено. Ответ явился сам собой. Из одного здания люди выносили что-то. Мне пришлось идти в обход, чтобы не быть замеченным. Я отошёл 50 метров левее, перелез через забор. У домика ошивались парень, который походил на того, что я видел минутами ранее. И девушка с фиолетовыми волосами. Я постарался прислушаться к ним, но безуспешно. Они говорили слишком тихо. Если бы я подошёл поближе, то меня бы заметили. Из-за чёрного, как чёрная дыра, стеклошлема. Блин, по-моему, они бы заметили тебя, даже если бы у тебя было не чёрное стеклошлема. Снять его я не могу. Станет очень плохо от... Не отфильтрованного воздуха. Пришлось обходить этих людей. Я скользнул к соседнему ряду домиков и далее ёркнул в кусты. Передо мной открылась площадь и большое здание. На площади находилось пятеро человек. Двое из них были почти ко мне вплотную. Тут я открыл для себя факт. Я их не понимаю! Чёрт возьми, у меня навернулся переводчик? Я уже был готов вырвать и метать. Проблема за проблемой, что за напасть? Стоп, а что у меня с умнее инструментом тогда? По моему телу пробежал холодок. Люди куда-то ушли. Я живо раскрыл инструмент. Мои опасения подтвердились. Сеть нет подключения. Рация частот не обнаружена. Карта нет данных! Время сбой! Остальное тоже не работало на меня! Это не волновало! Вероятно, это Цербер. Не может быть в таком месте... Блять. Не может быть в таком месте не быть покрытия. Расставили глушилки, ворочайся как хочешь. Ладно. Даже если это и они, то мне нужно с ними поговорить. Прямо сейчас. Нет, починю переводчик. У них наверняка есть мастерская. Умнее инструмент показал мне количество материала для починки, и я понял, что мне хватит с лихвой. И ничего перерабатывать не придется. Но тут надо деликатно поработать нужные инструменты. А, но тут нужно деликатно поработать. Поиски затянулись на часы. Прячась и переме... Перебегая от укрытия к укрытию, я нашел нужное мне место и, дождавшись ночи, попал в заднее... В здание через окно. Ну, наконец-то. Я заранее убедился, что людей тут не будет. Теперь я мог позволить себе не скрываться. Осмотрев помещение, я понял, что тут очень паршивые инструменты. Они, конечно, могут мне послужить, но все же предпочту не рисковать. Я провел диагностику переводчика. Внутри было что-то испорчено. Я раскрыл его, поддев тонкой палкой со стола и понял. Провода сплавились. Прекрасно. Пришлось удалить провода и поставить новые, которые находились в мастерской. Работу я закончил и теперь сидел, проводил диагностику. На улице к этому времени совсем темно стало. И ничего почти не разглядишь. Даже фонари погасли. ПНВ, к сожалению, у меня не было. Ну и без него я... А, прибора ночного видения. Ну и без него я понял, что никто не гуляет рядом. Как закончу, надо раздобыть еды и воды какую-нибудь. Потом пойти и с ними поговорить. Невольно вспомнил утро. Они занимались всякой хренью, но... Что там? Я подошел к двери, не завершив диагностику. Кажется, коробки упали. Но все было на месте, на полу ничего не лежало. Я оглядел эту комнату и уловил гудение. Это что за звук? Он за столом. Что там вообще такое? Свечение? Погоди. Какого черта? Баю-баюшки, баю. Я умер. Вокруг была одна темнота. Мне казалось, что она меня обволокла. Она меня обволокла, чтобы больше не отпускать. Я будто парел. Это и есть то место, куда попадают после смерти? Думаю, что я застрял тут по пути к нему. Кто-то коснулся правого плеча и равнодушно сказал. Доволен. Я не ожидал здесь кого-нибудь встретить, поэтому с опаской ответил. Нет, не совсем. Я не знаю причину, как попал сюда. Скоро сам узнаешь. Его голос проходил... Походил на смеси женского и мужского. Словно он синтезатор. Сложно было его понять. Кто же может со мной... Кто же может со мной может разделять это место? Блядь. Помню, как за стопкой экварианского ликера один наемник-человек мне рассказывал, что в какой-то их религии есть некий хорон, что сопровождает души в ад. Очень сомневаюсь, что я попал в человеческий загробный мир. Но я тут совсем... Всего несколько минут. Я бы предпочел ничего такого не проходить и просто умереть без всякой фантастики. Кто ты? Оставь свои вопросы при себе. Тебя сейчас не это должно волновать. Да, ты прав. Но чтобы думать о другом, ну, надо разбираться в настоящем. Кто ты? Я твое подсознание. Ты удовлетворен? Я кивнул. Хорошо. Значит, ты знаешь, что случилось. Могу только предполагать. Сейчас ты без сознания потерял в... Потерял в том здании. Перед этим был хлопок. Я хотел прокомментировать это, но подсознание невозмутимо продолжало. Рекомендую тебе не спешить с действиями, наладить контакт с ними. Не рискуй, ясно? Да, я тебя понял. Разберусь. Рука исчезла. Появилась мелкая досада от догадки, что со мной случилось. Скорее всего, меня подстрелили. Вполне логично. Я чувствовал, как нарастает боль в животе. Будто меня проткнули копьем и стали просовывать его дальше. К боли добавился жар. Мысли путались и спотыкались об эту боль. Темнота вокруг расходилась. Через считанные секунды я валялся на полу. В районе живота тянуло. Туда будто погрузили щипцы и стали мешать внутренности. Было очень сложно сконцентрироваться на одной точке. Глаза плыли вместе с мыслями. Я оказался в слабоосвященном помещении, привязанном к кровати. Возле меня стояли два человека. Блять, что там было написано? А то я ж... Возле меня стояли два человека. Блять, очипятки, очипятки, мои родные. Как я вас люблю. Вспомнив, что не доделал переводчик, я понял, придется сейчас немного трудно в коммуникации. Внутри затеплилась надежда, что они сообразят, что к чему, и отдадут мне его. Что это за выходки? Мы вроде бы договорились. Я уставился на них, и когда глаза привыкли к темноте, я увидел. Одна девушка скривилась в лице, подобно... Ворке! Но никаких действий не последовало. Лишь сквозняк качал... Листовку у двери, словно знаменосец-флаг. Вы... Вы вообще меня понимаете? Скривившаяся что-то начала шептать другому человеку. Что они задумали? Что-то у меня дурное предчувствие. Мне показалось, что за спиной находится третий, наведя на меня оружие. Нет, ничего. Только стена и матрас. Омниклинок мог бы решить эту проблемку. Но я тогда точно тут загнусь. Срань господня! Что мне делать? Может, мы сможем договориться? Ответа снова нет. Ааа, это бесполезно! Я уже валялся в полу от ключки, как кто-то пришёл. Сколько времени прошло, понятия не имею. Как же мне паршиво лучше бы убили! Они говорили весьма сжатыми предложениями. После меня подхватили и потащили. Чё-то они как-то немного прихуели. Хе-хе, вам не кажется? Снаружи были ещё люди. Все до единого смотрели на меня с проблесками и изумлением. Куда меня ведут? Как только их шаг стал равномерным, я встал на свои ноги. Но упираться не стал. Бесполезно. Когда мы проходили мимо площади, я заметил, что почти у каждого спрятано по пистолету. Ого! Вот это хорошо вооружённый пионерский лагерь, а! Хе-хе-хе-хе! Хе-хе-хе! Блядь! В комнату со мной вошли два парня и девушка. Меня поставили перед моим же переводчиком. Он был не тронут. Вы хотите, чтобы я доделал? Ответа также нет. Зато я увидел очередную порцию изумлённых рож. Будь по-вашему. Я доделал его за час с лишним, прерываясь на боль в животе минут на пять. А как они догадались, что это в принципе должен быть переводчик, и что его надо доделать? А не какая-то хербырина, которая их всех перебьёт, например? Непонятно. Попытался рассмотреть... Рассмотреть там что-то как, но... Всего лишь был с двух сторон затвердевший панацелин... Что? Попадение сквозное. Если они нанесли его через час после моего инцидента, то понятно, что мне так плохо. Инфекция попала. Буду надеяться, что меня и вовсе обработали. Иначе сдохну через полсуток. Окалибровав скрытный переводчик омни-инструментом, я махнул, как бы говоря. Скажите что-нибудь. Девушка уловила мысль и сказала не впопад дрожащим голосом. Сказала. Переводчик барахлел очень сильно. Плохая фильтрация языка. Я внёс немного корректировок и пошёл на второй круг. Парень в очках подошёл ко мне вплотную, не переставая бояться. Его любопытство переселило страх, и он спросил. Ну что? Работает? Немного стало лучше, я показал одобрительный жест. Ну дело! Фантастика! Прошептал он. Я планировал переключать языки для перевода на умни-инструменте через динамик радио. Радио приметил в дальней части комнаты за тем оперативником, который ещё и симулирует испуганность. Я махнул ему, как бы говоря, включай, и дождавшись, положил переводчик на стол и сделал знак «Окей». Понимаешь, что я говорю? Хорошие актёры, ничего не скажешь. Но вы меня не проведёте, царберовская падаль. Да, понимаю. Кто вы? Они оказались в замешательстве. Мы пионеры. С пистолетами! Вы кем-то будете? Заинтересованно спросил он. Желания рассказывать не было никакого. Стоит амнезию разыграть? Да, вполне. Я выдержал паузу, будто вспоминаю. Я... я не помню. Как это? Вы помните, откуда пришли? Нет. Но вы же не отсюда. Я же говорю, я ничего не помню. Сказал я как можно спокойнее. Если вы забыли всё, то почему нас испугались? Мне казалось, что вы можете представлять для меня опасность. Парень, понимающий, посмотрел на меня. Остальные стояли рядом с ним и переглядывались. Они боялись всё больше. Послушайте, я не могу вам ничего сказать, потому что я ничего не знаю. Позвольте мне побыть у вас, пусть даже на привязи. И, как видите, я не могу с вами говорить нормально. Мне нужны эти переводчики. Я указал пальцем на кулон, который лежит между нами. Это мы... уже... Это уже не мы решаем. Извините. Извините, конечно. Прошу пройти с нами обратно. Как вам угодно. Я был буквально прибит к кровати верёвками, которые умело завязала одна из девушек. Леночка, небось. Ух ты, моя бодо, со мной лапочка. Беседовать ко мне не заходили. Перед ними стоит непростое решение. Надеюсь, они сделают правильный выбор. Я подумал, что неплохо было бы захватить это место, но тут же затолкал эту мысль поглубже. Я бы сделал только хуже. Кто-то бы подошёл к крыльцу, бурно переговариваясь, как ораторы в рекламных видео. Я ничего не понял, переводчик остался там. Ситуация очень походит на комедию. Дешёвую комедию. Недавно я задался вопросом, а есть ли для меня еда? Это был один из актуальных вопросов, если это действительно цербера. А если нет, то всё без толку. Прыжок во времени, кома и всякое такое. Тут уже разницы нет. Перебью всех и застрелюсь. Эффектный уход из жизни будет. Дверь отворилась, и в комнату зашла девушка высокого роста и... И с очень властным взглядом. Отчего у меня зарождалось тихое уважение к ней. В руки у неё был мой кулон. Намёк был понят. Я настроил динамики шлема омни-инструментом, уменьшив перед этим его освещение, и выключив звук, и внимательно стал слушать. Не хотелось бы потерять омни-клинок. Она начала говорить тихим тоном, будто готова меня размазать по этой комнате. Слушай сюда, гадёныш! Что ты там наговорил им? То, что ты... Блядь! То, что ты наговорил им, правда? Я с выдержкой кивнул. Тогда слушай внимательно. Я бы тебя сейчас придушила и делала с концом, но эти простодушные болваны решили пожалеть. Спасибо им ещё скажешь. Нет, я знаю, что тебе некуда податься, уверена в этом. Я подумаю, что с тобой делать. Лучшего я себе и представить не мог. Нет, конечно мог, но это уже фантастика. Сейчас отсыпайся. Она вышла, хлопнув дверью. Что ж, посыпалась грязь с потолка. Перед этим девушка повесила кулон на шею. Я со смешанными чувствами сидел в пустой комнате, обдумывая всё, что можно. И после устроился поудобнее и задремал. Эту честь я отвоевал. А завтра у меня будут новые проблемы. Утро началось с того, что я, будучи голодным и сонливым, увидел перед своим лицом лицо человека. Я не сразу понял, что он от меня хотел и уже хотел ударить его, но после вспомнил. Меня развязали посреди белой дня и тут же подняли. Расталкивать меня не пришлось. И повели на площадь, будто на казнь. Мне так и казалось. Когда мы пришли сюда, мне вежливым тоном сказали постоять в сторонке. У них было собрание. Выстроились они в одну шаренгу, как подобает организованному обществу. Переводчику меня не забрали. Скорее всего, эти церберы хотели меня убедить своими речами, что они простые люди. Конечно, простые! В стороне в метрах пяти за деревьями стояла пара человек, у которых были хищники. А ты ещё чё? Они все до единого не спускали с меня глаз, периодично меняя позицию. Меня они не особо устрашили, но и напряглись сильно. Я очень сильно держал всех на виду и подмечал их перемещение. Также со мной стояла, в принципе, симпатичная девушка. Взгляд был полким, но также в нём скрывались нотки порядочности. Походка была скована, несмотря на то, что она пыталась создать впечатление безмятежности. Видно сразу, либо охранник, либо солдат. А вот кто на самом деле, мы узнаем уже в следующий раз. Что ж, на этом на сегодня всё, так что всем спасибо за просмотр, и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok